Приветствую вас, моделисты, коллекционеры масштабных моделей автомобилей. Ребят, как вы знаете, был я сегодня в Водолее, да? Приобрел прицеп для своего ЗИЛа. И также вот увидел, там идет распродажа частной коллекции. Решил себе приобрести вот такую модель москвича. Вернее, не москвича, а Ижа каблучка. Модель Иж 2715. Ремонт обуви. Коллекции, да, а гостини. Сейчас мы откроем, посмотрим эту модель поближе. Перед вами сама модель Ижа 2715. К сожалению, журналов продажи не было. Почему приобрел я эту модель? Я помню, ребят, эти машины. До 2000 года они мне еще встречались, но потом уже они пропали. Я картинки теперь только вижу в интернете. Что хочу сказать к этому. Приобрел вот из-за того, что, помню, хочется в коллекцию тоже. Пусть даже это будет до гостин, не важно. Для меня все-таки память, наверное, прожитых тех лет, вот, года юности, детства. Вот много, я помню, советских автомобилей, которые, к сожалению, сейчас уже можно только увидеть в музее. Ну и, соответственно, хочется их видеть на своей полке, в своей коллекции. Пусть даже, может быть, и не совсем желаемого качества, но все же. Модель эта выполнена из металла, с пластиковыми деталями, конечно же. Пластиковые детали, зеркала, поворотники, решетка радиатора. Даже вот фара, по-моему, у него пластиковые. Ну, а что делать? Мне кажется, наверное, никто не выпускает, вот, кроме Агата, наверное, вот такие модели. Этих вот именно автомобилей. Ну, выбирать не приходится, что есть, то есть. Видим, да, пластиковые задние фонари, табличка вот под номером, где должен быть номер, табличка ИШ. Диски, конечно, вот у него не совсем соответствуют оригиналу. Ну, внешне, конечно, модель описана практически точно. Ну, сами видите, да, знаете коллекцию, да, о гостине. Снизу посмотрим. Достаточно неплохо все для такой модели. Даже есть вот брызговички. Вхлопная система, имитация заднего моста с рессорной подвеской. А спереди вот подобные коробки передачи и рулевой тяги. Больше ничего особенного нету. Жалко, что журналом не было в продаже, но ничего страшного. Ну, вот ремонт бытовой техники. Мне вот именно с такой надписи я машину не видел. В основном вот они, я помню, развозили. Были они и на почте, и при магазинах они работали. Развозили продукты. Вот такая модель. Не знаю, что еще можно сказать. Да, кстати, кто-то мне из подписчиков писал, мог бы ли я приобрести Агатовскую модель. Ребят, я сегодня хотел купить эту модель. Агатовскую, не знаю, какую-нибудь. Ну, там посмотрел. Осталось, наверное, модели 3-4, которые меня не устраивают. Они, да, советские еще. Но, конечно же, копийность влияет на мое приобретение. То есть, если уж модель сделана как-то уж по-детски, я не хочу покупать такие модели. Мне достоверность важнее, чем раритетность этой модели. Поэтому я не стал приобретать. Но в будущем, конечно, я надеюсь, что я куплю, наверное, несколько моделей от Агатов. Наверное, это будут Жигули, Москвичи, что там они еще выпускали. Ну, те модели, которые мне удовлетворят мой спрос. Ну, конечно, это будут легковые автомобили. Ну, следите, короче, за роликами, за новостями. И, ребят, радует то, что... Спасибо вам, что смотрите, следите. За каналом. Очень радует. Еще вот у меня к вам одна просьбочка, ребят. Все вы знаете, да, что каналы вот эти мы создаем по обзорам разной техники, масштабных моделей, ну, всего-всего прочего. Сами знаете, да, вы сами, наверное, подключаетесь к партнерским программам, которые ставят нам рекламу, за которую, собственно, нам платят, да. Вот, хотелось бы вас попросить, кликайте, ребят, на рекламу, потому что каналы зарабатывают этим. Я вот, допустим, некоторые модели исключительно покупаю на деньги, которые мне приносит YouTube, да. Не YouTube, а вот YouTube и партнерская программа, к которой я подключен. Давайте, наверное, будем уважать друг друга. Не будем скакать с партнерки на партнерки. Все-таки просмотры рекламы зависит от того, кликните вон на нее или не кликните. Меня просто задели слова одного человека, подписчика, и я на него сам подписан. Это канал Максимка, я вам неоднократно рекламировал в группе, да. Вот, он проживает в Америке. Кстати, рекомендую, канал очень хороший. Проживает в Америке, и он нажимает на рекламу, то есть он смотрит мои ролики, кликает на рекламу, соответственно, мне идет заработок с этого. Хочу ему сказать, Максим, большое тебе спасибо, и спасибо всем ребятам, которые это делают, то есть понимают, что, да, каналы там зарабатывают денежку. Опять же, денежки идут в дело, не на какие-то там, не знаю, веселухи и прочее. Канал зарабатывает, вот конкретно мой канал, не сомневаюсь, что и ваш канал тоже зарабатывает деньги для развития. Вот, не будем клянчить и выставлять номера счетов, ребят, просто кликайте на рекламу, давайте будем уважать друг друга, подписываться. Если, конечно, там кого-то не устраивает, ребят, не подписывайтесь, не смотрите, никто никого не заставляет, это дело добровольное, сугубо личное. На этом закончим свою болтовню, я думаю, что мы продолжим и дальше с вами общаться, развиваться, обмениваться опытом, обмениваться роликами, будем помогать друг другу кликай на рекламу. Ребят, всем спасибо, давайте всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok